Грузия планирует увеличить импорт казахстанской пшеницы. Этот вопрос министр экономики страны Натья Турнова обсудила с коллегами из Казахстана. Стороны договорились принять меры по субсидированию транспортировки зерна. Диверсификация рынков крайне важна для Грузии, так как последние три года 90% импорта сельхозкультур приходилось на Россию. Подробности в сюжете Татьи Джани Бегашвили. Еще 5-6 лет назад импорт казахстанской пшеницы в Грузию составлял почти 45%. Тогда правительство Казахстана субсидировало транспортные затраты на экспорт пшеницы, из-за чего цены на продукцию были довольно привлекательными. Однако, как только субсидирование закончилось, импорт казахстанской пшеницы в Грузию стал мизерным. Сегодня уже идут разговоры о том, что Казахстан возобновит субсидирование транспортных затрат на экспортную пшеницу и снизит тарифы на 50%. Об этом власти республики договорились с грузинскими коллегами. Это довольно хороший механизм, чтобы по конкурентной цене привозить пшеницу. Из Казахстана в Грузию зерно попадает через территорию России и Азербайджана. Мы должны знать, во сколько обходится транспортировка при пересечении всех границ. Нужно понять, какие участки будут субсидироваться и насколько в итоге снизятся цены. А пока для Грузии основным поставщиком пшеницы остаётся Россия. За последние три года доля импорта российского зерна превысила 90%. Тонна этого продукта обходится примерно в 244 доллара. В Союзе хлебопеков Грузии уверены, что диверсификация рынков пойдёт только на пользу. Это поможет отчасти стабилизировать пшеницу, что отразится на ценах на хлеб. И когда будет присутствовать зерно и из России, и из Казахстана, их смешанный помол улучшит качество муки. В Грузии осуществляются разные программы по росту внутреннего производства зерна. Но нужно много лет, чтобы страна смогла удовлетворить свои внутренние потребности. Когда именно начнётся субсидирование транспортировки пшеницы из Казахстана, пока неизвестно. В ближайшее время планируется рабочий визит премьера Грузии в республику, после чего будет принято окончательное решение.